Губернатор Приморья Олег Кожемяков провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой. Одной из ключевых тем для обсуждения на встрече стали выборы президента страны в марте следующего года. Сегодня произошел поворот в экономике на восток. Мы видим это по все возросшему объему грузов, которые отправляются через наши порты. Это дополнительная нагрузка, это вызовы, но это и перспективы. Это перспективы в силу того, что сейчас очень много делается в транспортной логистике, именно в расширении возможностей портовых услуг предоставления. И, конечно, это большие еще и таможенные поступления в бюджет страны. Это и работа для наших севедоров, для тех, кто работает в этих компаниях. Председатель Центризбиркома подчеркнула, что с губернатором Приморья ее связывают общие устремления, в частности, желание улучшить экологическую составляющую в регионе и в целом в стране. Она давно хотела побывать в Владивостоке, но в силу разных причин только сейчас получилось добраться. Я хочу вас поблагодарить за всю помощь и поддержку, которую вы в рамках своих возможностей и компетенций по своей оказывается избирательной системе края на протяжении всех этих лет. Это очень важно. То есть мы вообще вышли на новые качественные уровни по многим показателям и уровень доверия растет. Она также поблагодарила Олега Кожемяка за особое внимание к землякам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции и поддержку их семей. Произбирком очень сильно помогает. Они каждый месяц отправляют посылки. Они каждый месяц скидываются, поддерживают тех ребят, кто от края избиркома ушел. Сами готовят им специальные такие продукты, которые не портятся. То есть сушат рыбу, делают сало, сушат мясо. Все это отправляют, комплектуют. И ребята с благодарностью к этому относятся. Губернатор Приморья и председатель Центра избиркома побывали во Всероссийском детском центре «Океан». Пообщались с ребятами из разных регионов, приняли участие в субботнике, высадили деревья на аллеи. И побывали на уроке кулинарии, где ребята учатся печь блины. Сейчас ты отправляешь молоко, пить рожжи, и добавляешь. Также Олег Кожемяка и Элла Памфилова дали начало новому парку на стыге границ России, КНДР и Китая. Они высадили первые деревья. И это место отдыха уже получило яркое и символичное название «Три границы». И в Хасанском округе губернаторы, председатель Центра избиркома возложили цветы к мемориалу защитников Хасана и побывали в Доме российско-корейской дружбы. А конечной точкой рабочего визита стала легендарная сопка «Заозерное» возле озера Хасан, где летом 1938 года проходили ожесточенные бои с захватчиками. Конечно, впечатлений очень много. Край очень многообразный, богатые впечатления от океана. Ну, самое главное – впечатление от людей, конечно. Очень здорово, что состоялась такая очень откровенная, хорошая встреча с моими коллегами, членами избирательных комиссий Приморья, руководителем глав муниципальных образований. Это наша совместная работа, очень важная, и у меня большие впечатления. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.